И что там было? Значит, из официального доклада... Ну, я правду говорю, не вор, никогда там. Это по документам. Официальный доклад не мой. А политработник и партийные туда дети зачастили на вывод, там, из ЦК. Вот доклад, выдержка из доклада. Значит, после 1985 года по настоящий момент 40-я армия сплошь состоит из антисемистов и сталинистов и антисемитов. Как вам, Ф. Павлович? Основной офицерский состав. Члены КПСС, которые нас призывали за интернастализм, ехать в другую страну и там. Я ничего не имею против евреев, против всех других китайцев, арабов, народа племени майя пока не наступает на мозоличное время, но я и семья. Я что свой, что чужой все равно. Желание взять и убить на месте, просто. Ну а так интернационалист, вроде бы, как, в хорошем понимании. И у меня был друг хороший, вот так расскажу, от Откликлисина не уверен. Ну если все правительство Украины из них состоит, начинает Порошенко и Цивюков заканчивают. Что поделать, значит? И наши олигархи тоже там такие же. Все давно уже не видели. Так вот, вопрос в том, что не бывает национальностей. Был в начале клуба в 860-м полку. Капитан, звали его Семен, фамилия, по-моему, Модельман. Капитан. Его ненавидели, потому что он не еврей, а офицер. А я с ним загружился. Он пил больше русского. Больше меня, по крайней мере. Точно, значит. И все. Говорят, что его на боевые не пускают, к ним относятся. Когда он погиб на операции, поехал куда-то, кинофильмы какие-то повез. И на колонию, а по-моему, погиб. Такая была версия. А в полку, и у нас у всех была, значит, прапорщик погибает. По 20, чем сдают все. И мы тоже. Куда мы без полка-то? Хотя денег за 10 километров. Офицер по 30 или по 40, я же не помню. Когда погиб Семен, значит, офицеры отказались, ничего не сдавали. Мы узнали, я приехал туда. И вместе с Комбатом-2, со Славой Масловским, вот с этим Ольбинусом, с разными глазами, который ни чертен, сильно не боялся. И колония водил, много колоний. Пришли спящие, похмельные, офицерские модули и стали матом ругаться на всех. И получил их действие. Это вообще возымели. Забрали потом все и отправили вот этот, его офицер, прапорщику состава полка, отправили его жене эти деньги. Ну, что там, вот выделяло государство, 3 тысячи на похороны, там, ну все про все. Вот, а тут, ну, не потерю карминс, конечно, не искупить, но тем не менее, куда-то я отфлекл национальный вопрос опять. Вот этот вот заключительный отоп, уж извините. А он точно погиб. Ветеран, да? Чего? Нет, он точно погиб, потому что там кто? Погиб. Погиб. Капитан в очках, он ходил такой, я ему еще привез. Он просил, я поехал, он тут привез, у часы радио, часы, понимаешь, какие были? Часы эти японские, вот с этим, цифроватым, идут черноушками, как эти, может быть, и программу слушать. Подарил ему. Вот, кем он, буквально плакал, потому что не пускает на операции, не нажает в воду. Пули не разбирает какой-то национальности, обрезанный ты, не обрезанный, главное, за что ты воюешь, никак понимаешь. Ну вот, дальше, почему эта песня вообще появилась на свет, потому что отношения до 89-го года. Я помню вывод, я выходил в Термес, и 6-го, в ночь с 5 на 6 февраля 89-го года я пробрался в Термес. Ну как пробрался? Я пришел с Володимой армией, со 103-й дивизии, и только потому что шифров было дана, у меня местный особистый, я долго мотался и искал хоть кого-нибудь здесь, они меня переправили через, до нашего поста в Термесе, и там сволочь сержант, старший пограничник, было без 15 минут 12, это с 5 на 6 февраля. Он меня не пускал, штамп в паспорт не ставил, но у меня общегражданский штамп. И мы не имеем права, ему же особист говорит, ну какой, ты мой, ты же там, меня ждут в офицерском, там, не имея права, уперся, ну, благодаря, я ничего не сказал, это я говорю, что пограничники, это самые такие, твердо убежденные люди, и только 5 минут 6, а мне надо будет 150 афганей куда-то списать, на командировку, это я потратил, а тут вроде 6-го уже, ну не важно, это уже веркотинный счет.